Школа номер 4 к новому учебному году пока не готова. На еженедельной планерке при губернаторе мэр города Татьяна Федорова доложила о ситуации в учебном заведении, на корпусе которого появилась трещина. Признают ли здание, в котором обучаются и работают более тысячи человек аварийным, станет известно к середине августа. Обсудили на оперативном совещании и другие важные вопросы. Все подробности далее. Подготовка к зимнему и учебному сезонам стала основной темой планерки. На сегодня наибольшее опасение вызывает школа номер 4, на здании которой появилась трещина. В июне состоялась встреча сотрудников образования, надзорных органов, строительной компании под руководством губернатора Игоря Кошина. Представитель компании «Наренмарстрой», возводивший учебный корпус, пояснил, для решения дальнейшей судьбы здания необходимо экспертное заключение. Для этого округ изыскал 6 миллионов рублей и передал их администрации города. На планерке Татьяна Федорова доложила. Договор на экспертизу заключен. Завещание с участием всех заинтересованных контролирующих обороны состоялось. 15 августа должно быть, что это может рекомендовать. Новая школа в поселке Красное также ждет своего часа. Гостро и жилнадзор вынес подрядчику ряд замечаний, которые надо устранить. В остальных школах завершаются ремонтные работы. На этой неделе в учебные заведения поедут приемные комиссии. Готовятся к осенне-зимнему сезону объекты тепло, энерго и водоснабжение. В городском ПОК-ИТС проводят чистку скважин, колодцев, проводят плановые и капитальные ремонты. Мы с вами паспорта внутри предприятия обычно готовим. И они у нас готовы к 1 сентября всегда. А дальше пошли уже рост технадзора и пошло поеду. Аграрии завершают заготовку зимнего корма для скота. Ненецкая агропромышленная компания обеспечила себе кормом на 100% сеножом на 80%. На предприятии подводят итоги первого полугодия. В этом году за первое полугодие выращено на 13% больше 500 и на 80% больше. Идутся ремонтные работы в сельско-живо-маловских комплексах. Оксина, Ательска и город. Это может быть в первом сентябре на руководительном сентябре. Месокомбинат заканчивает ремонтные работы в сельских убойных пунктах. 18 августа будут принимать новый семимодульный убойный пункт в Харевере. Еще одна новая установка будет запущена в НИСИ. Там проведут пробный забой оленей. Мы согласовали коммерческое предложение до всех СПК, довели по увеличению закупки мяса оленины. Первая категория по 160, вторая категория 136. Надеемся в этом году закупить мясо побольше оленей. Игорь Кошин отметил, в новых экономических условиях необходимо внимательнее относиться к оценке эффективности проведенной работы и планированию. У нас нет сегодня возможности, и слава Богу, и мы должны прекратить это, когда мы бегаем как сумасшедшие за подрядчиком, уговариваем его достройки, пожалуйста, иначе нам тут совсем будет тяжело. У нас сегодня нет ситуации, при которой мы за счет бюджета строим, покупаем жилье, что мы делали на протяжении последних лет. А дальше потом закладываем те же деньги, опять же приводим это жилье уже в нормативный порядок. Губернатор предложил провести встречу со своими заместителями, руководителями города и Заполярного района. Темой обсуждения станут подведение итогов работы за минувшие 7 месяцев и планы дальнейшего развития. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Роман Делимарский, Телеканал «Север».